Затерянный в Индийском океане между Мадагаскаром и Маврикием небольшой остров Ри Юнион расположен в архипелаге вулканического происхождения и принадлежит к Маскаренским островам, географически. А вот по государственной принадлежности здесь самая настоящая Франция. Остров – одна из территорий, входящих в так называемый французский заморский департамент. Здесь живут порядка 830 тысяч жителей, все они французские, отданные, с теми же правами, обязанностями, свободами, что и в митрополии. Это сейчас. А когда-то Ри Юнион был в типичной французской колонии, и смуглые потомки бывших рабов, которые выращивали здесь кофе, ваниль, сахарный тростник, сегодня в изобилии смешиваются на улицах с белокожими европейцами, приезжими из материковой Франции. Специальное министерство колоний было основано во Франции аж в 1894 году. Надо отметить, что самыми первыми колониальными империями считались Испания и Португалия, но именно Франция поставила дело на широкую ногу. И могла поспорить по количеству захваченных территорий только с Англией. Сегодня многие бывшие колонии образуют так называемый заморский департамент Франции, и в него входят Гваделупа, Гвиана, Мартиника, Майота и Ри Юнион. Этот остров называют настоящим сокровищем. Здесь много пресной воды, отличная экология, разнообразный животный, растительный, наземный и подводный мир. Трудно поверить, но остров долгое время был пустынным. Здесь не было коренного населения. А сегодняшние креолы – это потомки рабов, привезенных сюда французами из Африки для возделывания сахарного тростника, кофе, ванили и производства рома. Сегодня Африка опять взбунтовалась. Смотрите, это целый парад переворотов. Буркина-Фасо, Мали, Гвинея, Нигер. Мы наблюдаем, как Франция стремительно теряет свое влияние во франкоговорящих странах. Это большой провал французской внешней политики и дипломатии в этих регионах. И я вам скажу, почему. Франция не смогла адаптироваться к новым геополитическим реалиям. Это прежде всего мультиполярность и многовекторность. Геополитическая конкуренция возросла, в мире появились новые инфлюенсеры. Франция оказалась к этому не готова. Сохранить монополию влияния на заморские территории сегодня не так просто, как когда-то. Во-вторых, Франция привела к власти в своих бывших колониях, погрязших в коррупции и стяжательстве. Ими легко управлять, только плати. Но они совершенно не заботились о развитии своих стран, о благополучии жителей, и люди взбунтовались. Первые попытки французских колониальных захватов начались еще в 16 веке. Это были частные компании без прямой поддержки королевской власти. Так были захвачены некоторые территории в Америке. Бразилия, Флорида. Потом оттуда французов выгнали испанцы. Но с 17 века дело приобретает поистине королевский размах. В колонизации начинает принимать участие государство. Уже используется военно-морской флот. Создаются специальные компании с большими субсидиями, льготами и привилегиями. Снова захватываются американские территории. Основан Квебек, Монреаль. В 1663 году вся Канада объявляется колонией французской короны. Затем следует Гаваделупа, Мартиника, другие острова. В Африке Сенегал, Гвинея. В середине 17 века в Индийском океане французы овладевают островом Риюнион. Первоначально остров назвали Бурбоном, честь правящей в то время французской королевской династии. Во времена Наполеона переименовали в остров Бонапарт. Затем, следуя историческим событиям, снова в Бурбон. Затем в Риюнион, в честь воссоединения местных революционных отрядов. Затем ненадолго снова в Бурбон. И уже окончательно в 20 веке в Риюнион. Каковым остров остается и до сего времени. В Франции критически важно сохранять свое присутствие на морях и океанах по всему свету. У французов второе место в мире после США. 11 миллионов квадратных километров морских территорий. Это дает влияние и огромные ресурсы. Полинезию использовали как полигон для ядерных испытаний. Военные базы, военно-морские корабли в Индийском океане, Карибском регионе и прочих. Все хорошее и все плохое на острове от французов, говорят местные жители. Рабства больше нет. Пособия и социальные выплаты такие же, как в Париже. Валюта острова – евро. Но специфика удаленности от митрополии накладывает свой отпечаток. Прежде всего, это, конечно, безработица. Несмотря на круглогодичный курортный сезон, не все местные жители могут занять себя в туристической сфере. Плантаций больше нет. Остались только заводы по производству рома, которые работают и потихоньку спаивают население. Риюнин – лучший остров на свете для меня. Рома здесь полно. А если честно, то мы постоянно в каком-то рабстве пребываем. То на одних вкалываем, то на других. То же самое рабство, только в другом виде. Корни рабства те же остались. За последние несколько лет сама митрополия столкнулась с трудноразрешимыми проблемами в области экономики, социальной и национальной политики, религии. Реюнион зеркально отражает все те же проблемы, но в несколько иной форме из-за удаленности и специфики управления. У нас сегодня сразу несколько серьезных социальных проблем. И на первом месте, конечно, безработица. Усугубляет ситуацию рост цен буквально на все. Стоимость жизни на острове как никогда стала высока. И прочие проблемы общего, так сказать, порядка. Структура власти и системы управления на острове достаточно непростая и расположена на трех уровнях. Муниципальном, правительственном и региональном. У каждого уровня свои полномочия и компетенции. Экономические вопросы решаются на региональном уровне, политический на правительственном. Общие, госуправление и так далее. Эта система была создана в 1983 году и с тех пор не менялась. В основе промышленности острова производство сахара и рома из сахарного тростника. Сельское хозяйство все тот же тростник. А также кофе, ваниль, бананы, манго. Животноводство в основном свиньи и козы. Широко развит туристический сектор, в котором занято большинство населения. Малый бизнес на острове представлен в основном рыбаками и кустарными лавочками по производству сувениров и мелкой продукции повседневного потребления. Мария с друзьями открыли свою мастерскую и магазин по производству сувениров и мелкой бакалей еще несколько лет назад. И теперь, говорят, с каждым годом бизнес идет все хуже и хуже. Особенно плохо стало в период пандемии, когда не стало туристов, а значит и наших покупателей. Мы сейчас еле выживаем, а сверху еще и налогов добавили, совсем дожимают. Снизили их немного в ковид, но все равно мы сидим без зарплаты дохода. Вот подняли цену на свою продукцию. А куда деваться? Электричество, аренда, бензин – все это надо как-то оплачивать. Мария была просто вынуждена уволить несколько своих сотрудников, так как им нечем платить зарплату. Все издержки давно сведены к минимуму. Но ведь не будешь продавать конфеты без обертки или джем без банки, сетует предпринимательница. Сейчас многие из нас в тех же условиях – минимизации затрат, а по сути в режиме выживания. «Крутимся как можем. Это очень обидно, ведь мы любим свое дело. Это наш бизнес, мы с друзьями его создавали. Он уникален. Все здесь натуральное, свое. Он этим и ценен, и мы очень стараемся. Сейчас приходится держаться на одном лишь энтузиазме». Уровень жизни приезжих французов на острове и коренных жителей разительно отличается. Не в пользу последних. Представители креольской, индийской и других общин не в состоянии заработать таких пенсий и зарплат, с которыми приезжают французы из метрополии. Хотя по закону на бумаге все будто бы равны. «Мы внимательно следим за перипетиями пенсионной реформы. Люди у нас спокойные, никаких протестов не наблюдается. Мы, как представители левой партии, даже организовывали публичную поддержку реформам, что было непросто. На острове очень мультикультурная публика. Здесь и католики, и мусульмане, и народности типа Эду. Найти общий подход к разным группам не всегда получается. Но мы работаем над этим многие годы». Правительство Франции субсидирует экономику заморского департамента. Но на жизни и достатке простых людей это отражается не слишком. Общие кризисы метрополии докатываются и сюда, и как с ними справляться пока не совсем понятно. «На реюньоне стало очень сложно жить. Работы нет. А как платить за жилье, продукты, электричество? Выживаем просто. А счета за телефон как подскочили. Ты помнишь? Вот это первое, чтобы я изменила. Оплату телефона еще кредиты. А социальные пособия хорошие сейчас так нужны людям уязвимым и нетрудоспособным». «Плохо с работой. Все обсуждают, что нельзя сейчас ничему учиться, так как потом негде нормально работать. Цены взлетают, уровень жизни падает, транспорт стал таким дорогим. А рестораны? Мы забыли, как нормально досуг провести. Непозволительно дорого. Это очень плохо. Пенсия далеко, а единственная работа какая есть. Это очень тяжелая физическая работа». Колониальная политика Франции оставила тяжелый след в истории острова. Помимо рабства прошлых веков, одной из самых мрачных страниц уже современной истории реюниона стало насильственное перемещение детей-бедняков в метрополию. В 60-е годы прошлого века французские власти были обеспокоены бедностью и перенаселенностью острова, и тогда они задумали решить сразу две проблемы. Переселить детей из малоимущих семей на материк в малонаселенные французские провинции, где в отдельных областях, таких как департамент Крёс, на месте вырубленных лесов появились обширные заболоченные участки, и местные крестьяне уехали оттуда из-за невозможности продолжать заниматься сельским хозяйством, возделывать землю, пасти скот, как столетиями делали их предки. Вывезенные из реюниона дети должны были восполнить дефицит рабочей силы и превратились в самых настоящих рабов. «Меня привезли в новую семью на ферму. Я сначала даже обрадовался, ведь я люблю животных. Мне показали мою комнату и сказали, что завтра я пойду в школу. Но утром вместо школы меня отправили на работу со словами «Работа – это лучшая школа». Вставать приходилось рано. В три утра я уже был с коровами и овцами. Работал на ферме по 8-9 часов, а потом меня отправляли работать в поле. Жалости и сочувствия ко мне не было никакого к 13-летнему подростку. Когда мне было больно и тяжело, это никого не волновало. Им было просто все равно, что со мной происходило». При этом власти обещали детям и их семьям прекрасные условия во Франции. Усыновление, обучение, работу – несколько десятков самолетов, переполненных детьми, были отправлены с острова Реюнион в Европу, чтобы больше никогда не возвращать их назад. Решение о принудительной депортации детей было принято еще в 1948 году. В документе, который нашли в архивах, говорится о планах вывоза с острова 5000 детей. Реюнион к тому времени был одной большой проблемой для французских властей. Он был беднейшей колонией с экономикой на основе одной монокультуры – сахарного тростника. Мало ресурсов, но много народа и много социальных проблем, а в митрополии наоборот. И французские власти приняли решение переселить людей с острова, а именно детей. К сегодняшнему дню комиссия установила факт переселения менее половины из детей, из которых лишь 1900 знают об этом. Это означает, что в департаменте Крёст, а также в других регионах Франции, живут повзрослевшие депортированные дети, которые ничего не знают или не хотят вспоминать о своем прошлом. Мне иногда говорят, может быть, пора забыть эту историю. Но как? У меня столько в памяти всего. Я долго не знал, кто я и что я. Жизнь прошла, как будто мимо меня. Сейчас я здесь, на острове, на своей родине, которую я потерял. А нашел слишком поздно. Кто ответит за это? Несколько лет назад во Франции была создана государственная комиссия, которая должна была выяснить условия и обстоятельства этого насильственного переселения. Это стало возможным только после того, как в 2014 году Национальное собрание Франции официально признало ответственность государства в том, что теперь называют вынужденной миграцией. Мы ничего не знаем о нашей родине, о нашей истории. Нас уничтожили и физически, и психологически. Мы счастливы увидеть Реунион, но мы хотим знать, что произошло, чтобы наши судьбы вошли в учебники по истории Франции, чтобы наша история была признана как преступление против детства, так как нас перевозили как вещи. На самом острове эту печальную историю до сих пор воспринимают как величайшую трагедию. И в отличие от официальных властей, не хотят забывать или замалчивать. Скульптор Нельсон Бойер – автор памятной скульптурной композиции, посвященной так называемым детям Крёза, установленной в столичном аэропорту. Он до сих пор не может простить властям того, что произошло с ним и его семьей. Это очень личная история для меня. Я был разлучен со всей своей семьей, родителями, братьями. В митрополии нас ждал расизм. Мы жили в очень плохих условиях. Перенаселенные маленькие комнаты, из мебели один стол. Отношение французов было ужасное, презрительное, безжалостное. Моя работа – это символ отчаяния. Я хотел сделать композицию поспокойнее, но не получилось. Старший брат держит сестру, и чемодан между ними раскрыт, как символ разрыва, насильственного разлучения семьи. Нельсон, работая над созданием скульптурного ансамбля, постарался максимально изучить историю вопроса. Им было выбрано несколько сюжетов, из которых постепенно воплотился замысел художника. Я встречался с учеными, историками, исследователями, чья работа была связана с изучением рабства. Я понял, что это мой долг, цель, призвание – запечатлеть рабство в искусстве. И это моя личная история. Ведь когда я был подростком, я работал на хозяина за сущие гроши. Это современное рабство. Когда я делал наброски, слепки композиции, то моей главной задачей было показать достоинство раба. Достоинство имеет силу, и эта сила есть в моей работе. Чувствуется, правда? Эта сила живет в нашем народе, в нашем обществе. Эта сила духовная, моральная. Та, которая позже переродится в восстание колонизаторов. Если можно, я бы очень хотел выразить сейчас слова благодарности тем старикам, которые рассказали мне печальные истории своей жизни. Суды по вопросам восстановления справедливости в отношении детей Крёза идут до сих пор. И значит, точка не поставлена, уверены еще живые свидетели и жертвы этой трагедии. И они, как могут, сопротивляются ассимиляции, уничтожению их памяти, истории, культуры, национального достоинства. Ведь объявив заморской территории Франции, власти постарались унифицировать все и вся под одну французскую гребенку. Смотрите, это королева. Она сделана из дорогого дерева. Работа с деревом – это искусство и наследие наших предков. Это гордость и доблесть Риюнина. И это часть меня. Это мороны. Остров был заселен этим народом, моим народом. Мороны боролись за свою свободу. И благодаря им Риюнин стал таким, какой он сейчас есть. С колониализмом еще не покончено в современном мире. На данный момент в мире насчитывается 17 территорий, находящихся под внешним управлением. Это Бермудские острова, Ангилия, Виргинские британские острова, Виргинские острова США, Гуам, Гибралтар, Западная Сахара, Монсеррат, остров Святой Елены, острова Кайман, Теркс, Кайкос, Новая Каледония, Питкерн, Токилау, Фалкенские острова и Французская Полинезия. Эти земли находятся под управлением Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Новой Зеландии и, конечно, Франции. Управляют, как пожелают, несмотря на неоднократные призывы ООН предоставить малым народам, населяющим эти территории, право самоуправления и государственную независимость. При ООН создан специальный комитет по деколонизации, в который входят 29 государств. Процесс идет медленно, ведь коренное население колоний часто очень малочислено, необразованно и не представляет себе независимой жизни. И этим пользуются современные колонизаторы. Конечно, рабство и прямое высасывание ресурсов в современном мире невозможно, но есть много других путей использования своих заморских территорий. Например, вывоз и захоронение опасных отходов, размещение военных баз или испытание новых вооружений. Так, в 1971 году Франция провела ядерное испытание во французской Полинезии. Юридический татус колоний был различен. Алжир, например, включили в состав митрополии. Тунис, Марокко, Лаос, Камбоджа считались самостоятельными государствами под протекторатом Франции. То есть формально власть принадлежала местным органам, а фактически французской администрации, во главе которой стоял генерал-губернатор. В какой-то момент западноафриканские владения Франции были объединены во французскую Западную Африку, другие – во французскую Экваториальную Африку. До сих пор не утихают споры насчет того, насколько благотворным или наоборот разрушительным было влияние митрополий на свои колонии. Конечно, с одной стороны строились дороги, инфраструктура развивалась, здания, архитектура. Но, по мнению большинства экспертов, основным деструктивным фактором оставалось то, что колониальная политика как бы консервировала в колониях социально-экономические устои, феодализм, общественно-племенные отношения. И в то время как мир вокруг стремительно развивался, в колониях время как будто останавливалось. Кризис мировой колониальной системы начался после революции в России. Тогда, глядя на восстание рабочих и крестьян, в далеких колониях также национально-освободительные движения приобрели более организованный и яростный характер. А Первая, затем Вторая мировая войны еще более углубили этот кризис. Уже в самый разгар Второй мировой войны, пользуясь ситуацией и неразберихой, независимости добились Сирия и Ливан. А в 1954 году Вьетнам окончательно избавился от французской колониальной армии. Франция сразу после Второй мировой войны стала лихорадочно искать способы сохранения всех своих колоний. Стала вводить и предлагать новые, более прогрессивные формы управления, основанные на самостоятельности принятия решения колониями во внутренних вопросах. Такой новой формой по французской конституции стало образование Французского Союза. Формально осуждая колониализм, Конституция 1946 года сохранила политические основы колониальной системы и французский суверенитет над заморскими владениями. Союз формально был разделен на три части – заморский департамент, заморские территории и так называемые присоединившиеся государства, такие как Вьетнам, Камбоджа, Марокко, Тунис. Во всех трех формациях принцип был один – видимость самоуправления с одной стороны и жестокое подавление национально-освободительных движений с другой. Такой французский союз продержался ровно 10 лет и распался в 1956 году. Но Париж не сдается, и уже в 1958 году на смену Французскому союзу приходит сообщество территорий. Новая французская конституция закрепляет за членами сообщества свободное и демократическое право на управление своими делами. За исключением внешней политики, обороны, торговли, связи, транспорта. То есть все главные сферы деятельности по-прежнему остаются в руках у митрополии. Некоторые возмущенные подконтрольные территории отказались одобрить эту конституцию. И Гвиана, первой из колоний Франции в тропической Африке, становится независимым государством. За Гвианой следует Камерун, Мали, Мадагаскар. В 1962 году Франция вынуждена была признать независимость Алжира. И это практически завершило процесс распада французской колониальной империи. Но несмотря на это, с большинством колоний Франции удалось сохранить тесные связи во внешнеполитической, военной, культурной областях. Были заключены соответствующие соглашения, но до сих пор многие страны, бывшие колонии, добиваются их пересмотра на более справедливых и равноправных условиях. Большинство французских политиков живут в прошлом, они мыслят устаревшими понятиями и категориями. И поэтому у нас так много проблем. Не только в бывших колониях, но и в самой митрополии. Отсюда беспорядки, протесты, насилие. Провал французской ассимиляционной политики. Модель периода революции, когда были отменены классы, сословия, а заодно и другие национальности, языки, традиции больше не работают. Это хорошо заметно на Риюнионе, где столько намешано рас и народностей. Им нельзя уже просто запретить. Люди общаются в интернете на родном языке, создают группы. Они хотят поддерживать и ценить свои корни. Президент Макрон нанес большой ущерб внешней политике Франции. Наш имидж ухудшился, наша репутация обвалилась. В Африке так точно. И мы при этом обвиняем Россию, Китай, Индию, что они отбирают наше влияние. А это результат ошибок французской дипломатии. Французов выгоняют из Нигера, но американцы при этом там остаются. Франция неоднократно пыталась ассимилировать коренные народы колоний. Запрещались местный язык, традиции, культуры. Но местные всеми силами сохраняли свои национальные особенности и передавали их из поколения в поколение. На острове Риюнион это хорошо заметно. Праздников здесь много и много разных. Ведь Креула – это смесь наций и народностей. А самый главный праздник – 20 декабря. В конце 19 века остров Риюнион стал одним из последних мест на планете, где официально было отменено рабство. Это день – 20 декабря. И сегодня самый большой праздник на острове. И отмечают его островитяне всегда очень шумно и с размахом. Редактор субтитров А.Семкин